Мирамкуль Ибрагимова плачет от безысходности. Во время пожара одной из многоэтажек сгорело все ее имущество и квартира пришла в негодность. О случившемся были письменно оповещены ИЧСники и Альфа-Арабийское районное отделение внутренних дел. Однако прошло три месяца, до сих пор не выявлены виновники пожара, разбирательство затянулось, сетует женщина. Сами подумайте, как может из-за огня травы возникнуть пожар аж до пятого этажа. Это холодильные установки в мастерской горели. Даже взрыв был. Невозможно было дышать. Я сама инвалид третьей группы. Дети болеют. Кто восполнит ущерб? Пожар, произошедший в 21 микрорайоне в доме 6, был зарегистрирован городским управлением под чрезвычайным ситуацией. На пульт пожарников сигнал поступил 5 августа в 15.40. Да, мы зарегистрировали пожар. Протокол обследования места происшествия и исследования специалистов были направлены в правоохранительные органы. Депутат, присутствовавший на приеме, был возмущен ответом ЧСников. Он потребовал, чтобы пострадавшую не кормили обещаниями, а помогли делом. Но неужели нельзя было по-человечески тщательно проверить причину пожара с самого начала? Почему до сих пор не выяснили, есть ли разрешение на пристройку и безопасность объекта? Женщина, недовольная ходом расследования, требует повторного рассмотрения дела. Представители областной прокуратуры пообещали помочь. Я возьму это дело на контроль. Вернем дело на повторное расследование. О принятом решении мы вас оповестим. А этот мужчина приехал из Тараза. Потеряв одного из сыновей-близнецов, мужчина переживает за судьбу второго. Суд над студентом состоится в ноябре, и поэтому Бигжан Абделеев просит поддержки у партийцев. Не разобравшись, моего сына закрыли следственный изолятор. После нашего вмешательства его выпустили. Сейчас мы ждем судебный процесс. За правдой я пойду, куда надо. Меня уже ничего не остановит. По заявлениям девяти граждан, записавшихся на прием, составлен протокол. Ответы на них граждане должны получить в течение месяца. Шана Роразова, Амонтай Ульбеков, Константин Гавшев. Информационная служба телекомпании «Утрар».